С днём рождения! С днём ангела, дорогие имениники! Среди святых есть так называемые двоицы, то есть имена, соединённые жизнью общий святых, так что, называя одно, неизбежно вспоминаешь и другое. Вот, к примеру, Зосима и Саватий, или Флор и Лавр, или Косма и Дамиан. Таких двоиц имён святых можно перечислять очень и очень много. Сегодня мы в календаре церковном видим такую вот двоицу святых имён. Спиридон и Никодим, просфорники Печерские. Эти два человека пришли в монастырь Печерский, уже будучи людьми немолодыми. И 30 лет они провели в печении святых хлебов, в печении просфор. Просфора – это небольшой хлебец, испечённый, приготовленный, носящий сверху печать специальную. Существует это такой хлеб для богослужения. Есть так называемые агничные просфоры, из которых вырезается агнец, та часть хлеба, которая освящается Духом Святым на службе, прилагается в тело Христова. Есть простые служебные просфоры, из которых вынимают частицы с поминовением наших имён. Печенье просфор – столь священное дело, что, например, Сергий Радонежский никогда не поручал это кому-либо, а сам всегда готовил и пёк просфоры себе на службу. И вот Спиридон и Никодим долгие годы, повторяю, 30 лет провели в монастыре Печерском, постоянно занимаясь вот этим послушанием. А когда же молиться? Как же занимать свой ум молитвой? Для того, чтобы присутствовать перед Богом умом и духом, а руками не отлучаться от службы, от работы своей, они выучили наизусть весь псалтирь и, замешивая, раскатывая тесто, формируя его, делая из него просфоры, запекая их, они постоянно читали то вслух, то по памяти священную книгу псалмов, зная, повторяя все их до одного наизусть. Они даже были чудотворцами. Так что однажды, когда загорелась просфорня, один из них набросил мантию на огонь. Эта ветхая влосяная мантия осталась цела, а огонь погас. Этой же мантии однажды пришлось им зачерпнуть воды. И та одежда, которая, в принципе, ни капли удержать не может, послужила им для того, чтобы набрать воды, принести и вылить ее в необходимый сосуд. Двое этих святых людей почили, отошли душою к Царству Небесному, а тела их почивают в Печерской лавре, в ближних пещерах. Причем у одного из них, у Спиридона, руки скложны троеперстно. То есть три перста правой руки сложны, как для крестного знамения. И всегда во времена раскола, когда были длительные споры, как креститься двумя перстами или тремя, говорили, подите в лавру Печерскую, там у просфорника Спиридона ручки сложены для троеперстного крестного знамени. Мы можем считать их покровителями всех тех, кто печет просфоры так же. А также, кто просто работает на хлебопекарне и своими руками причетен к священному труду приготовления, выпечки или даже довоза хлеба до наших магазинов, донесения до нашего стола. Спиридон и Никодим, напомню, их имена, это ваши небесные покровители. Кроме Спиридона и Никодима, мы сегодня поздравляем с Днем Ангела также Ивана, Алексея, Анатолия и Мавру. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин